Приветствую вас, аноним. Жалко, что аноним. Хотел бы как-то всё-таки по имени, наверное, к вам обращаться, но ладно. Вы знаете, двоякое у меня чувство возникало, когда я читал ваш вопрос и комментарий к вашему вопросу от коллеги. Вот. Начну, наверное, с комментариев коллеги, потому что он, собственно, такой интересный очень. Я, с одной стороны, согласен с коллегой в том, что он говорит, но я согласен, скорее, не с тем, что вот по форме, втекает из его комментариев, а скорее по некому такому смыслу, на который вы, может быть, не обратите внимание, из-за того, что вам, вероятно, будет неприятна форма. Смысл комментария в том, что вы слишком привязаны к родителям. Смысл комментария в том, что вы слишком привязаны к семье. Вот то, что вы говорите, что для меня семья очень важна, это и есть большая проблема. То, что вы, вот, тяготеете, тяготеете, как бы, к своей семье, то, что она вам нужна, то, что вы по ней скучны, то, что вам не хватает семьи, вашей собственной, собственной родительской семьи. Вот это и есть проблема, потому что это говорит о том, что вы в той или иной степени не самостоятельны, вы в той или иной степени эмоционально зависимы, эмоционально нуждаетесь у своих родителях, а в общем и целом, как бы, вы уже достаточно взрослый и самостоятельный человек, чтобы жить отдельно и в родителях не нуждаться. То есть такая вот эмоциональная пуповина, да, между вами и родителями до сих пор не разорвана. Вот. Ее, на самом деле, необходимо разорвать. Как? В первую очередь, определиться в том, в чем же вы все-таки нуждает, знаете, то есть вот, сколько по кому-то это зависит, сколько по кому-то это потребно, сколько по кому-то это определенное, вот, желание, то есть это вот чувство необходимости в ком-то. И тут нужно просто поисследовать, почему вы так сильно нуждаетесь в своей семье, почему вы хотите быть поближе к семье и, собственно, из-за чего и чем она для вас важна. Потому что семья как ценность выступать может лишь с большой натяжкой, точнее, вообще не может, потому что, ну, в качестве такой вот первичной, самобытной какой-то ценности она выступать не может, потому что это связано с людьми, а человек, он, если может быть ценностью, то только лишь его атрибут. То есть ценностью может быть атрибут человеческой, ну, такой атрибут человека, как его жизнь, например. Ценностью может быть такой атрибут человека, как, например, счастье человека, да, помощь человеку. Вот, это да, это может быть ценностью, но сам человек к таковой ценности выступать не может, потому что это делает нотально другого человека, зависимым от того, кто выступает здесь в ценности. Вот, поэтому семья ценности быть так же не может. Мне кажется, что она ваша проблема в том, что вы пытаетесь что-то для себя получить через семью, что вы вот чересчур привязаны к семье, а вот здесь связано с тем, что вы неуверенны в себе, и вам вот, ну, вы привыкли получать поддержку от своей семьи. Возможно, возможно, вы тяготитесь своей личной ответственности за себя и за свою жизнь, которая кажется вам, ну, несколько, несколько тяжелой, да, которая кажется вам, несколько, такой вот, ну, неприятной, да, которая кажется вам непосильной, может быть, в чем-то или чем-то для вас. Вот, такой момент может быть, может быть. Разные, разные истории, но вот, по большому счету, с меня дает чувство защищенности, и вот, мне кажется, что основная ваша проблема в том, что вы не чувствуете себя защищенной. Ну, вот, вы не чувствуете себя защищенной. И это личные границы с внешним миром и другими людьми. Это ваши личные границы. Точнее, их нечеткость, их зыбкость. Смотрите. Что вообще-то говоря, я хочу сказать. А вы достаточно близки со своими родителями, это очевидно. Да? И близость с родителями чрезмерная, а у вас она чрезмерная, ведет к саму всегда или почти всегда, что стираются личные границы между людьми и людьми. То есть, вот, между мной и тобой нет личных границ. Я и ты, мы единые целы. Семья, это вот, семья, если брать семью, как такое вот аутентичное образование, да, семья в своем идеале пытается уничтожить личные границы своих членов. И, как бы, стать чем-то единым целым. То есть, семья дискредитирует личность в этом смысле. Контаминирует ее. Соответственно, если вы очень сильно привязаны к своей семье, то у вас проблемы с личными границами. Вы опираетесь на семью, да, на родителей, а не на себя. И вот личные границы. Что такое личные? Как отсутствие личных границ ощущается, скажем, человеком? Ну, сами по себе. Ну, сами по себе. Как ощущаться? На самом деле, довольно просто. Ощущаться. Это ощущается. Чувство тревожности. Чувство невещенности. Страха. Перед будущим. Вот, перед, как бы, такой неизвестностью. Сомнения в контексте выбора. Да. То есть, я не знаю, что мне выбрать. Я не знаю, как мне поступить. Вот. Вот, примерно так. Примерно так. И, соответственно, переживание с семьей, пережить отъезд от семьи, это, вот, значит, по сути, работать в направлении большего, большей опоры на саму себя, в направлении работы с личными границами. Да, и это с личной ответственностью тоже. Вот. Ну, и освобождение, естественно, от семьи. Потому что, вот, вы говорите, что меня глосят чувство вины, что я в тепле, а они, типа, в холоде. Да, это чувство вины, для себя тоже привязка к родителям. Когда, вот, человек не чувствует себя свободным. То есть, цены семьи вашей, в данном случае, она мнимая. Она мнимая. Потому что семья понимается, как добровольный, добровольный такой, добровольная коллаборация двух или более, да, личностей. Ну, вот. А любая привязка, она ведёт к, эм, к контоминации личности. Понимаете? Вот. Поэтому здесь вы немножко подменяете понятие, говоря о том, что вам очень важна семья. Вот. И, соответственно, не выделяя, при этом, свои собственные потребности. То есть, говоря, что мне важна семья, вы не говорите о том, чего хотите вы. Говоря о том, что вам нужна семья, вы не говорите о том, в чём нуждаются вы. Вот именно конкретно вы. Вот. Понимаете? И именно вот на идентификации ваших потребностей, на выявление ваших желаний, и нужно заострить внимание. И когда вы будете разбираться в себе, когда вы будете исследовать себя, свои чувства, когда вы будете проговариваться, проживать всё это, я думаю, что вы начнёте разграничивать себя и своих близких, да, и больше полагаться на себя. Но при этом нужно понимать, что и одобрения будет гораздо меньше. Ну, одобрения вас, я имею в виду. Понимаете? То есть, скука, скука, тоска, тяга, это неумение погружаться в свой внутренний мир. То есть, скука возникает тогда, когда вы подавляете свои чувства. То есть, ваши эмоциональные проявления, они связаны, ну, в данном случае, с мамой и папой. Допустим. И, собственно, это и внутреннее такое обесценивание себя. Да. То есть, эм... Глобально, это идея о том, что я без своей, без своей СМИ ничего не знаю. Глобально, это, это... Глобально, это такая идея. Глобально. Именно глобально. Вот. В глобальном смысле. Это звучит так. Вот, в принципе... То, что я могу сказать вам. То, что я могу... Ну... То, что я могу вам... ответить. Вот. Давайте мы сейчас... ...почитаем ваш вопрос, да? Ещё раз. Как пережить переезд от семьи? Ну, переживать переезд семьи не нужно, да? Проживать нужно. То есть, прожить эмоциональное состояние переезда от семьи можно и нужно. То есть, именно прожить. Ну, в некоторой степени это пройти вот все стадии проживания. Как... От отрицания до смирения. Вот. И, соответственно, нам в этом нужна помощь. Но именно... Именно переживать этого не нужно. Именно переживать нет. Самое слово. Пережить значит подавить. Имейте ввиду. Пожалуйста. Я стал очень плохо переносить холод в родной стране. Здоровье портится очень сильно. Да, проверено предыдущими двумя двумя года. Мне пришлось ехать в более теплую страну. По крайней мере, на время холодных месяцев. Я здесь одна. Все другие из меня остались там. В общем, скучаю иногда. Работу спасаю. Ну, эээ... Понимаете как? Вот здесь вопрос... Личной ответственности в том числе. Что же? Значит, эээ... Человек делает выбор. Эээ... Либо... Он думает о тебе, либо он думает о других. Больше. Либо он делает что-то для тебя. Больше. Либо для других. Больше. И... Правда в том, что эээ... Те и те правы. Эээ... Но... В чем качественное различие? Эээ... Человек, как бы, чувствует себя на своем месте. Там. То есть, вот... А вы... Вы... Говорите, что у меня семья и друзья остались все там. Нет. Самая поехала в теплую страну. То есть, мы сделали выбор в пользу... Эээ... Себя. Мы выбрали заботиться о себе, но... Но... Такое ощущение, что не готовы платить за... Эээ... Который вам до этого нужно... 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 Заплатить. Цена... Эээ... Вы не видите эту цену. Вот. И если... Вы... Даете себе отчет в том, что я здесь, потому что... Забочусь о своем здоровье. Да? То... Да, скука никуда не денется. Ну и работа спасать вас не будет. Вы подумайте, кого обычно спасают? Спасают обычно жертву. То есть, вы жертва. Что делает жертва? Эээ... Совершает выбор, не отдавая себе отчет в ее... Эээ... В цене этого выбора. По большому счету. Вот и все. То есть, вы не готовы платить за свой выбор. Так, пере... Эээ... Переоцените его. Переоцените свой выбор, в первую очередь. Я знаю, если вы едете в другую страну, где у вас нет никого, естественно, вы будете скучать по родным и по своей семье. Естественно. Это нормально. И с какой стати вас должна спасать работа? Работа не спасает. Через работу вы получаете деньги. Вот. Но если вы... Эээ... Приехали куда-то. Потому что вам нужно... Эээ... Мммм... Заботить во своем здоровье. Так сделайте что-то, чтобы... Ваше пребывание в стране было... Эээ... Максимально... Максимально... Эээ... Ну, максимально... Комфортно. Здесь... Знаем слова моего коллеги про эмигрантов. Если вы плохо-плохо знаете язык. Да. Опять же. Эээ... Сперва на язык надо было бы... Надо было бы походить, а уже потом переезжать в страну. И наоборот. Больно, что два-три года у вас было. Так что тут... Тут странно. Тут странно. Вот опять какая-то... Какая-то... Какая-то неосознанность идет. Незазнательность идет в своих действиях. Вот. Далее. Эээ... Планирую пойти на курсы местного языка. Чтобы облегчить жизнь в здоровье. Здесь лучше. Потреблять, как еще можно выжить. Психологически. Такой статус. Понимаете, скучать по родным по своей стране. Ну, собственно, надо определить, что именно... Вам не хватает, а не хватает. Чего именно вам не хватает. Об этом я уже говорил. Основная проблема. Скучая по родителям. Привезти сюда вряд ли получится. Так. Скучая по родителям. Почему конкретно? Чтобы скучать. Дальше вы начинаете перебирать варианты. Эээ... Так. Вот вы говорите. Немного мучает совесть. Я здесь хуя, здесь тепли, а не в холоде. Совесть. А? Совесть что такое? Игнорирование выбора другого человека. Вот. Спросите себя, почему вы игнорируете... Эээ... Выбор других людей. Ваших родителей. Оставаться там, где они остаются. И... Собственно... А какой вы к этому имеете? А что это? Так. То есть, как бы, вот знаете, да? Вы здесь берете ответственность за них. То есть, вот совесть это... Эээ... Принятие чужой ответственности. То есть, не своей, а чужой. Ну... Вот вы распыляетесь, образно говоря, на чужую ответственность. А за себя-то, в общем, в полной мере не отвечаете. Да? Все мои парадоксы заключаются. Все мои парадоксы. Все мои парадоксы. Дальше. Эээ... Так. Еще до сих пор не могу принять факты. Мне запринется на несколько месяцев. Как бы не может больше, чем на полгода. Придется остаться. Не очень понятно. А все значит не могу принять. И от чего это зависит. Тоже непонятно. Первые дни я была в эйфории. Потом начала накрывать. А... Чего накрывать-то начало? Только недавно отпустил благодаря работе. Хотя, правда, пытаюсь заедать негатив сладким и мучным. Эээ... Откуда сама идея заедать негатив сладким и мучным? Вот откуда сама эта идея, да? От нелищенности. С одной стороны, когда я поем, я чувствую себя более защищенным. А с другой стороны, это склонность убегать от проблем. Не лишать их. Не принимать ответственность. То есть я сама решила приехать в роду и сама не принимаю свой выбор. Да? Чувствуете? Хотелось быть поближе к семье. Для меня семья очень важна. Чем? Чем? Зачем быть поближе к семье? Вы самостоятельный человек. Вы отдельная личность. Вам нужно жить дальше, не в своей семье. Зачем быть поближе к семье? Чтобы что? Вот так. На ней такой ответ. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешит.